Голос из прекрасного барокко. По приглашению русского камерного оркестра в Центре Духовной Культуры выступили габаистка Ольга Томилова и обладатель контратенора самого высокого мужского тембра Станислав Крючков. Это редчайший голос. Услышать его значит погрузиться в далекую эпоху, когда творили Гендель и Бах. Когда-то эти арии исполнял сам Фаринели, прозванный современниками божественным. Гендель восхищался голосом певца, писал для него музыку. У курян появилась возможность услышать легендарные произведения так, как их задумал автор. Ради этого приехал из Харькова Станислав Крючков. В 17 веке было такое кощунство, что делали операции мальчикам, чтобы их детский голос оставался и на протяжении всей своей жизни они пели голосом мальчиков, голосом совершенно необыкновенной красоты. Вот у этого человека такая природа, что будучи взрослым, здоровым человеком, он уже пеет совершенно необыкновенные арии, необыкновенной кисситурой. Станислав признается, при его таланте молчание золото. Но, конечно, не на концерте. Контратенор – голос не очень выносливый. Артист может исполнить подряд две-три арии. Потом ему требуется небольшой перерыв. Знакомство с Сергеем Проскуренным помогло молодому человеку еще глубже понять свой дар. Голос в музыке ворока – это больше инструмент, а не голос человеческий. Тут надо подстраиваться, тут нужно найти какие-то нюансы, найти в себе, вытащить, показать. В симфоническом оркестре ближе всех к человеческому голосу гобой. Именно по нему настраивают остальные инструменты. Ольга Томилова уверена, для меланхолика это лучший собеседник. Гобой будто продолжение ее самой. Он позволяет давать в оркестре такую краску, именно такую человеческую, когда-то тоскливую, одинокую. Это что-то очень тонкое, душевное и проникновенное. Настоящая музыка, максимально приближенная к родной эпохе. Благодаря аутентичным инструментам, глубокому изучению старинных партитур и, конечно же, талантливым исполнителям, которые, как в омут, ныряют в барокко. Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.